Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, здравствуйте. Вот прошли праздники, наступил 2019 год, ну почти прошли, потому что сегодня уже 6 число. И, ну, кто уже за мной следит в инстаграме, и прямой эфир у меня был, все знают, что приезжала моя кумасик с моей крестницы, и они мне привезли такие подарочки. Вот это, конечно, я у нее просила, потому что у нас в городе нет икеи, я попросила, говорю, Лорик, если будешь, купи, потому что в этот раз мне попросили чеснокодавилку, я дала, и потом мне очень сложно было ее забрать. Вот моя, я забрала все же. Без этой чеснокодавилки я уже не могу. Это самая лучшая чеснокодавилка, которая была у меня за всю мою сознательную жизнь. Ну и не сознательную, ха-ха-ха. Так, и это мне посоветовала моя невестка, как-то мы были с ней в икеи, она говорит, возьмите, вот это вот, лучше нет. И я ей уже сколько раз, я ей уже сказала спасибо. Это вообще спасибо-спасибо, миллион раз спасибо. Лучше это чеснокодавилки. В общем, у кого нет чеснокодавилки, вот даже не пытайтесь найти что-нибудь лучшее. Поверьте, у меня их было штук 128 с хвостиком, и лучше это нет. И вот они мне привезли, крестница подарочек, крестная привезла. Ну, это, конечно, уже родители собрали. Вот это вот упакованный, я так поняла, что в Вилби Дрессе они продаются. Это вот такой наборчик. Кто смотрит меня, опять-таки видел прямой эфир, и я в Инстаграме выкладывала, так радовалась я этой. Шампунь и бальзам. Это Израиль, натуральная. Но что-то она у меня как-то не пошла. Я у девочек спрашивала. И вот Елена Витальевна, спасибо ей большое, она мне подсказала, говорит, это шампунь. Ну, там написано было, что она для силиконовых волос, короче. Ну, не, эффект силиконовых волос, ой, силиконовых, ламинированных волос, эффект ламинированных волос. Но я же как обычно, может, ей надо как-то специально там. Почему девочка мне, Елена Витальевна написала, говорит, «Элла, добавляйте в любую шампунь, по капельке, по две, и так вы их используете». В общем, шампунь я придумала. Как пользоваться, пока нет никакой реакции, потому что была такая, я чуть лысая не стала. Она у меня как начала кожа чесаться, все, я даже не могла перед Новым годом покраситься. Так я им радовалась, так хорошо упакована, все, такая бутылочка, и то, что мне нравится, что там на колпачок нажимаешь, и не нужно откручивать, выливается, и все. Но, как я говорю, с бальзамом я еще не придумала, что делать. Ну, жаба давит, представляете, отдать такие бешеные бабки. И что, первый раз я сталкиваюсь, чтобы так вот шампунь дала мне реакцию на голову. Так, ну и чему я не могла? Я вообще бомба-бомбецкая, я очень радовалась. Это я вот не могу насладиться вот этой желатинкой, ну, которая в подарок. А вот больше всего я радовалась, они мне еще привезли второй подарочек, вот этот набор масла. Боже, вот этот набор аромата мира, боже, вот этот набор действительно, ох, заслужит. Теперь я постоянно буду его брать, очень мне понравился. Он настолько концентрированный, настолько, ну, как, я не знаю, натурально-нетурально, но, как бы, он действительно пахнет. И вот как арома масла, ну, говорится, я люблю еще в аромалампу, там водичку наливаешь, две-три капельки, действительно, запах есть. И действительно, это вообще бомба-бомбецкая. Вот, и вот эти масла, которые внизу лежат, вот это и второе, там одно, по-моему, лаванда, ой, я уже не помню, что, ну, далеко у меня коробка, а, как далеко, она же у меня здесь, ну, просто разглядывать надо. В общем, очень хороший аромат. Вот, вот этот действительно набор сделали на совесть, и действительно, я хоть вот эти, как два, внизу масла, я всегда эти масла покупаю, но это не такое. Вот эти действительно, запах идеальный. Я прям вообще, не волна нарадоваться. Ну, здесь тоже написано, я прочитала что-то, как. Ну, в общем, вот эти масла, кто, девочки, занимается аромамаслами, кому нравятся аромамасла, покупайте. И еще мы, пока сидели с кумасиком у нас, крестница сделала вот такого гномика. На следующий день мы пошли на горки. Я, папочка и София. Первый день мы, конечно, были недолго, потому что, ну, Элла Федоровна разошелся на полусапожке, молния разошлась. Вот, София едет на ватрушке, вот, которая присылала ТД Кор. И мы, я думаю, что у меня одна нога мерзнет, а одна нога нет. Так, где-то ж я здесь. Вот, я за Софией. Нет, София еще одна едет. А, первый день я не каталась, потому что, я говорю, у меня же нога замерзла. Я думаю, ну, что это за ерунда такая, это вообще обалдеть. Когда уже домой пришла, увидела, что у меня, молния разошлась снизу, и поэтому у меня одна нога мерзла. Ну, мы где-то минут сорок побыли, пошли домой. А это вот мы на второй день пришли на горке кататься. Я, София, и папочка. Мы очень хорошо, мы в этом парке, София, бедная, мы в этом парке погуляли, на горочке покатались, и пошли на центральную елку. И там даже в конце мы еще сходили на Комсомольский бульвар. У нас так красиво сделали. Мы год назад с Оксаночкой ездили в Москву, и там тоже было такое, как идешь, как небо такое над тобой, это гирлянда весь, так и у нас сделали на Комсомольском озере. Дальше, ой, на Комсомольском озере, на Комсомольском бульваре. Дальше покажу. Это мы с Софией катаемся. София, она с Краснодара приехала, родилась-то, она как бы на севере, и для нее этот север, она обожает вообще. Они хотели поехать сначала там за границу, куда-нибудь отдыхать. Она говорит, нет, я хочу зимой, снега, все, вообще приехали они на зимние каникулы сюда. Здесь у нас несколько город, побольше, среднее, и мы на большой катались, нам понравилось. Ну, как она, сравнительно большая. Вот. Поэтому сейчас мы идем на горочку кататься, нас будет снимать папочка. Папочка немножко, конечно, замерз, потому что мы что-то выходили, было 17 градусов, но когда мы пришли домой, уже было минус 24. Мы-то катались, мы-то бегали, нам с Софией было хорошо, а папочка, вот, большая горка, вот, и мы сейчас пойдем кататься. А папочка стоял, нас снимал, поэтому ему холодно. Вот, мы катимся. Так, по-моему, София, нет, это не София, сейчас будет София. Папа у нас снимает, он все подряд. Я ему говорила, чтобы мне не вырезать, снимает только нас. Ну, он, конечно же, говорит, вырежешь. Сейчас. Вот мы с Софией едем, первая София и я, вот так, жжж, классно, да? Дальше мы уже поднялись, папа у нас, это вот я еду, первая, по-моему, дальше София, теперь я еду на этой, на ватрушке. Ну, вообще, ну, классно. Кто-то скажет, бабушка ку-ку, ну, и что? Это же классно, что я уже бабушка, и я еще могу кататься на ватрушке. А вот, кто пишет мне, что бабушка ку-ку, будете ли вы бабушкой, хотя бы не ку-ку? Это вопрос. А, опять София едет на ватрушке, а я теперь на этой, как у нас ледянки. Ну, классно. Ой, вообще, это бомба-бомбецкая. Так, ну, мы уже накатались на горках, теперь мы идем на центральную горку, сейчас я вам покажу. Мы там, конечно, много фотографировались, ну, и кое-что я для вас поснимала. Ух, 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 бурлаки на Волге. Это мы в парке Победы, сейчас мы идем на центральную горку. Это Победы. Да, вот такая арочка. Вот. Вот это, кстати, камера такая у нас в парке, везде. Камера очень хорошо. И сейчас мы будем проходить такой через пищалку. Телефон, где мой пап? У меня в кармане. Вот камера, видите? Так что здесь все безопасно. Классно. Ой, смотрите, какие шарики красивые. Ой, все освещается, все так красиво. София, смотри, какие птички красивые. У нас везде на фонаре, как смотрите, какие украшения. Я не знаю, видно или нет. Блин, вот, видите? Ты хочешь накрутить? Ой. Да что такое? вы едьте, едьте, едьте. Птички. Вот сейчас идем мы на олене, на центральную горочку. Так. Классно. Все светло. Ой, у нас нас на счет этого. Боже, какая. Я вообще мокрая. Сколько у нас на улице? Минус 18 где-то, да? Ну, я вообще мокрющая. у меня там жилетка, пуховик. И вот эта курточка. Хотела куртку покупать себе. Не буду, оказывается, жара. Мы больше 20 градусов. Не ходим гулять. Достаточно, если так одеваться. А там уже потеплеет, и все нормально будет. Смотрите. Здесь такие шарики. прямо. А-а-а, смотрите, какие шарики красивые. Видно он или нет? Детки все играют, и дети. Бо-о-о-о-о-о-о. София, ты не замерзла? Нет. Ну, смотри. Вот, видите, камера у нас тоже висит. Можно помахать камеру, таскать. Привет, камера. Вот, видите. Так что, вон птички сидят. Идем. Красота. Небольшой вес, небольшой. Так, это мы заходим на центральную елочку. Как красиво. Поставай нам телефон. Давайте прячьтесь. здесь можно больше фотографировать. Видите, как красиво. Считай, как звук идти. Считай. София. Привет. Привет. Пошли. Олени, олени, олени. Ааа, что-то не видно. Где олень? Вон, вон, покажи. Это лошади. Какие лошади? Вон олени. Блин. На оленях утром рано мы поедем. Что-то. Смотрите. Видите? Какие красные. Давай, Откуда-то, такая елочка у нас, такая большая, красивая. И сейчас еще каток. Смотрите это. Сейчас каток еще покажу. Вот здесь у нас каток. Вон дворец искус, через дорогу. А здесь у нас все катаются. Я вот не умею кататься. Это моя... Здесь, там, разбивается. Дворец искус. И мы пойдем домой. Все? София, идем домой? А? Давай. Пошли на часик, как уже стараться. Больше, там, ничего нету. Там, что там? Те такие же. Салют! Салют! Смотрите. Такие лошадки маленькие у нас есть. Видите, такие красивые. Красивые лошадки. Все, мы идем. Нагулялись. Коток наш. Дворец искус. И выход. Макдональдс. Там внутри. Не пропустится и машин. Сколько? Пошли, пошли. София, иди вперед. Вот так. Полень найдем. Люди все на улице, потому что тепло. Я говорю, что сегодня минус 18. Ну, вообще прекрасно. Эта погода для нас очень даже. Лето, можно сказать. Да? Вон, София. София сбоку. София сбоку вон. Помаши рукой, только не трогай его. Вот туда встань. Опять что-то не видно. Да блин. София. Нормально? Давай. О, вставай быстрее. Вставай быстрее, я говорю. Вставай, пошли бегом. А то нам еще идти. Там возле бабушки поваляешься. Такую красоту нам сделали. Вот как деревья, такую же паутину. Мы в прошлом году, в ноябре, когда ездили с Оксаной на встречу с блогерами, YouTube нас приглашал. И там в Москве тоже вот такая была все на Красной площади. Так красиво было. А теперь у нас сделали. На Комсомольском бульваре. Такой подарок классный. Сидите. Классно. Красиво, да, София? Смотрите, какая красота. Ну пойдемте. Вот это да. Красиво, да? Ты видела? Ты уже это видела? Нет. Красота какая. И прямо до елки. Сейчас подойдем до елки. Класс. Это у нас Комсомольский бульвар, который идет, ну, как на озеро. И вот все идем-идем, и вон на елочке. Смотрите. Мы сейчас сфотографируемся возле этой елочки. Софии. А это вот, опять забыла, какая школа девятая. Или, о, на борозе не хочет фокусироваться елочка. Какая звезда? Не знаю даже. Видно ли это? Вау! Нет, уйди, а то вдруг там какая-то куча. Не надо, отойди, еще, не дай бог, поранишься. Не хватало, пошли. Вот здесь. К детскому миру подходим, да? А-а-а! Что такое? Я хотела тебя думать. Ага, вот не рой яму другому, сам попадешь. Я хотела в крестную снег, а сама. А-а-а! Спасите, спасите, спасите! Разбит холи. Ой. Ух. А куда ты? Дед Мороз. Ну а куда, где ты там перейдешь? Вон переход же есть. Здрасте, его закрыли год назад. Ты не знал? Перенесли к нашему дому, сюда ближе. Ты этого не знал? Не знаю. Жаль. Вот так ты ходишь по городу. Так, Мороз и Сигурочка. И свинья. Ай, хрюшка такая. Хрюшка. Ой, бедный дед Мороз. Ой, занесло снегом. Да. И елочка вот. И наша. Так, минус 24 градуса, что ли, уже. Ничего себе, вон уже минус 24, а мы уходили. А так, а жарко тогда. Ну вот и все, мои дорогие. Вот так прошла наша встреча с Кумасиком. Прогулочка с Крестницы. Сейчас мы возвращаем Крестницу домой. Сейчас она еще возле бабушки здесь в снегу. Я ей разрешила, чтобы, ну, как бы она здесь побарахтается и сразу к бабушке в теплое. Вот, очень рада, что мы так пообщались с Крестницей. Я думаю, ей это запомнится, как она общалась с Крестной. Ну и вообще, главное, чтобы ребенку понравилось. Ну и для нас тоже радость, что мы можем доставить ребенку радость. Вот так. Всего хорошего, мои дорогие. Если кому понравилось, ставим пальчики вверх. Кому не понравилось, извините. Всего хорошего, мои дорогие. Всем пока-пока. Какое счастье им побарахтаться в снегу. Потому что они уже вернулись в Краснодар. А там был и град, и дождь, пока доехали, и всякое-то. Субтитры сделал DimaTorzok